друзья всем привет у меня отличные новости теперь вы можете мне не только слышать но и видеть сегодня мы сделаем интересный проект по просьбе наших подписчиков то есть мы возьмем топор ну не очень хорошего качества магазины который принципе не закаливается и при помощи простых довольно таки манипуляции мы сделаем из него что-то хорошее поехали смотреть для этого нам потребуется топор у нас вот есть такой коцун и он по ходу отпущенные в общем он мнется и кольцо от подшипника когда я где-то говорил обоим от подшипника меня поправляли сказали кольцо ну ладно будет кольцо можно также использовать напильник отрежем вот так от лезвия топора вот такой кусочек ну все мы отрезали топора лезвия отрезали один кусочек подшипника теперь мы это разогреем на самодельном горне и посмотрим что будет дальше горно самодельное видео о том как его сделать у нас есть на канале ссылочки будут в описании и вот здесь вот вверху принципе этот горн можно сделать на коленке вообще любой поэтому углубляться его конструкции сейчас я не буду ну чё загружаем уголь уголь кстати будем использовать простой древесный для штуки горн мы разожгли теперь закидываем туда наш подшипник и прогреваем сейчас некоторые товарищи возразят и скажут что не у всех есть клещи не у всех есть место для этого вместо клещей можно просто сваркой приварить арматурку и если нет места как у меня здесь это можно делать на улице ну все заготовка прогрелась просто выпрямляем ее ну вот заготовочка более-менее остыла чтобы можно было разметить вот так вот мы отрезаем вот так отрезаем и вот здесь снимаем фасочки но мы сняли фасочки вот так это дело все будет выглядеть сейчас мы это обварим электросваркой и перейдем к следующему этапу ну все вот мы обварили кто-то сейчас скажет что типа чё ты сделал это же сломается это же будет хрупкой подшипник варить нельзя он всегда ломается я видел много видео в интернете разных когда люди приваривали ресору кругящий кромки топора и больше ничего с этим не делали но мы пойдем дальше сейчас мы это дело нагреем и сварочный шок прокуем вот так вот это все выглядит и отправляется в горн ну и проковываем на сварочный шок ну вот сварочный шок мы проковали теперь давайте оттянем немного лезвия и на эту в принципе все то есть что мы делали мы взяли топор старый плохой мягкий китайский который в общем то не устраивал да по твердости закаливать его бесполезно мне многие уже писали под другими видео что топоры не закаливаются современные что мы делали мы отрезали кусочек лезвия топора взяли обойму подшипника распрямили ее сняли пасочки все это дело сварили обычной электросваркой и проковали теперь нам нужно это дело термообработать то есть делать несколько циклов нормализации чтобы выровнять структуру чтобы снять все напряжения затем мы его слитарим и закаливаем процесс нормализации заключается в том что мы нагреваем нашу заготовку немного выше температуры закалки и даем я остыть на спокойном воздухе мы сделаем это несколько раз нагрели и ждем пока ты нет не спокойном воздухе потом остынет повторим процесс еще пару раз и потом начнем обрабатывать когда мы пересекали в общем вот отслесарил теперь мы будем закаливать закаливать будем но поскольку у большинства людей нет электропечей с контролем температуры закаливать будем на магнит то есть у меня магнит когда перестает магнит согреем еще чуть чуть сильнее и закаливаем закаливать будем масло на подшипники старших а 15 у нее за счет хром очень хорошая прокаливаемость поэтому я думаю закалить вы сможете с первого раза все мы закалили вот такой белый цвет сигнализирует о том что закалка прошла так ну теперь его нужно отпустить сейчас дождемся пока он полностью остынет до комнатной температуры и засунем его в печь для отпуска дома можно использовать просто духовку бытовую домашнюю на кухне только не забудьте очистить его от масла иначе можно получить люлей от жены так ну вот у нас остыл копорик теперь надо сделать отпуск закидываем его печку на пару часиков это нужно для того чтобы он был менее хрупкий прошло два часа мы достали его из печи отпуск прошел теперь отслесариваем чистовую на гриндере ну вот отслесарили теперь давайте насадим рукоять я взял самую простецкую магазинскую дешманскую но нам на эксперимент лучше не надо так давайте все дело теперь насадим это грубовато все это подогнал теперь клинышек небольшой такой секретик чтобы клинышек не разваливался переворачиваем опираем на какую-то поверхность примерно так забиваем тогда он просто не расколется на куски наш молотком можно ударить как-то крик и в кость ну вот что у нас получилось теперь проведем д потому что я уверен сейчас некоторые люди найдутся и скажут что этот топор будет хрупкий что это вся фигня что он лопнет по сварке ну давайте проверим так ли это или нет давайте пометим как у нас идет сварочный шов чтобы сейчас в древесину погрузить на него и будем убить так мы сейчас я его вобью в пенек когда мы его в объем будем пробовать его сломать я не буду ниже вбивать чтобы была возможность сломаться если такое вообще последует чего не сделаешь ради экспериментов в ради науке поехали не сломался странно скажите вы может быть еще раз давайте еще раз сильно глубоко не ломается и знаете что он никогда не сломается так ну и давайте проверим стойкость режущей кромки когда мы рубили металлические предметы то люди негативно на это реагировали я сам не сторонник рубки гвоздей и потому что для этого есть убила но как наглядно еще показать стойкость режущей кромки но давайте порубим кость точнее рог в клеще зажмем чтобы руки не отрубить себе пальцы и попробуем так крупным планом надо показать зон можешь навести вот все в порядке с перевернем все в порядке ну вот друзья топорик готов а вывод будет такой что можно сделать хороший инструмент в домашних условиях при помощи нехитрых приспособлений и элементарных инструментов инструмент этот будет служить вам верой и правдой годами но если вам понравилось ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал загляните в нашу группу вконтакте в инстаграм еще на наш лайк канал все ссылочки в описании не забудьте поставить колокольчик внизу чтобы не пропустить следующий выпуск но я с вами прощаюсь всем пока и до новых встреч